Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и на момент, когда я снимаю данное видео, вот этого танка в игре еще нет. Но я уже записываю это видео специально для вас, потому что знаю, что на момент, когда вы сейчас его смотрите, этот танк появился в третьем сезоне. Это венец всей веточки, венец вот этой вот линейки развития, в которой вы можете забирать себе машины, получая соответствующую игровую валюту для их открытия и прокачки. Понятное дело, что дойдут до девятки далеко не все. Как правило, все ребята забирают себе машину седьмого уровня. В нашем случае это Сайленсер, если я правильно читаю его название. Дальше, если вдруг прям совсем повезет, то вы себе вот этого Свиндлера откроете. Ну и потом уже, скорее всего, дойдете до вот этой девятки. И будем говорить откровенно, надо иметь действительно неплохой запас денег для того, чтобы машину прокачать по полной. Как все вы знаете, ну а если не знаете, то покажу, то подобные тачки имеют в прокачке вот такую вот змейку улучшения тех или иных частей машины. Ну и, соответственно, все вот это вот требует дополнительной игровой валюты. Для того, чтобы все было честно, в данном видео покатаем сначала в базовом состоянии, потому что одно дело, в принципе, открыть саму машину и получить ее базовое состояние. Ну а совсем другое дело, дойти до финиша и получить вот это великолепное топовое орудие. Почему говорю великолепное? Потому что, если мы смотрим на базовое орудие и смотрим на топовое орудие, то, понятное дело, что здесь все гораздо лучше. Практически на 4 секунды время перезарядки будет лучше. ДПМ на полтысячи увеличивается. Время сведения и разброс великолепно уменьшаются. Ну а что касается пробития, то здесь тоже добавляется, что позволяет более упрямо сопротивляться против десяток. Ну и плюс к тому, средний урон за выстрел у вас становится выше на 40 единиц по каждому из снарядов. Это действительно крайне существенно на данной тачке. Я покатал и понял, что действительно это добавляет. Здесь у нас, ребят, в базовом состоянии и в топовом состоянии обычное цикличное орудие барабанное. То есть нет системы дозарядки. Здесь 22 секунды на базовом орудии время перезарядки. Это очень долго. И плюс к тому, вот это время перезарядки в 3.75 тоже долговатый. При этом всем по 370 за выстрел. Итого получается в среднем 740 за барабан. И потом 22 минуты. Но, честно говоря, по ощущениям, действительно, такое ощущение, что минуты. Но по факту 22 секунды времени отдыха у нас будет на то, чтобы подумать, что делать дальше в бою. Что касается брони. Местами есть, местами нет. Понятное дело, что есть серые зоны. Неплохо забронирована башня. Меня лично устраивает. И в целом это такой себе типичный Эмиль. Или, если хотите, 1951 премиумный, но только на 9 левеле. Ну что, ребят. Берем машину с базовым орудием. Поехали, покатаемся. Ну, а потом возьмем топовое орудие. Ну что, ребят. Поехали. И сразу уточню. Мы катаем сейчас не только на базовом орудием. Мы катаем на базовом двигателе, на базовой гусле и на базовой башне. Это крайне существенно, потому что все эти модули, по мере того, как вы будете вкладывать игровую валюту, они все лучше и лучше становятся. И это действительно ощутимо. На удивление. Не знаю, может потом разработчики где-то что-то там чуть-чуть покрутят. Но я думаю, что они будут этим заниматься, потому что это не имеет абсолютно никакого смысла. Стоит ли вообще, в принципе, заморачиваться над тем, чтобы данные машины себе открывать? Я бы не сказал, что это действительно имеет прямой смысл. Я бы сказал так. Большинству все-таки стоит относиться к данному сезону как к возможности приобретения периодически каких-то выгодных для вас наборов по выгодной для вас цене. А в подарочек дополнительно получать вот эту игровую валюту для того, чтобы открывать всю вот эту цепочку из коллекционных машин. Сама стоимость коллекционных машин, если их продавать, безусловно, не перекрывает ваши затраты. То есть говорить о том, что выгодно вложить реальных денег для того, чтобы именно игровую валюту купить, для того, чтобы потом данные танки продать, ну я не могу сказать, что это действительно целесообразно. Что касается базового орудия. Оно очень неприятное, скажу откровенно. Оно очень неточное. Вот сейчас я сделал два выстрела на среднем расстоянии по Крайсли рука. У него довольно-таки немаленький нижний бронелист. И при этом всем я все равно умудрился два раза промахнуться. Это при том, что у меня было полное сведение. Как видите, само сведение тоже оставляет желать лучшего. Но в целом периодически машина умудряется даже порадовать каким-то точным выстрелом. Опять-таки суперрезультативной машина не является. Я не знаю, может я не совсем что-то там понимаю, но допустим играть на 1951 Эмили гораздо комфортнее, по крайней мере для меня. То же самое касается и других барабанных машин. Ну а что касается ветки Кранвагна и Эмиля первого проходного, то я всегда Кранвагна рекомендовал как одну из первых веток для прокачки. Потому что там вы можете поиграть и на обычных цикличных орудиях, и на барабанном орудии, и на барабанном орудии с системой дозарядки. Короче говоря, поиграть на разного типа орудиях, что существенно способствует вашему развитию как игрока. Но опять-таки по моему скромному мнению, я не киберспортсмен, я не супер-мега-статист. И я ни в коем случае никого не учу играть, потому что сам играю. Ну честно говоря, не то чтобы посредственно, но не настолько круто, чтобы считать себя преподавателем. Так вот мне, честно говоря, в базовом состоянии данная машина, ну прям вообще не заходит. Она мне не нравится, она еле поднимается под горку, она еле едет. У нее нет абсолютно никакой нормальной динамики, поворотливости. Да и честно говоря, само орудие, как я уже говорил только что, ну я бы сказал удручает. Удручает своей точностью, удручает временем сведения. Удручает тем, что время перезарядки снарядов между собой в магазине составляет практически 4 секунды. И это тоже, ну, неприятно. Потому что, допустим, в истории с Крайслером КАМ сейчас, поначалу я два раза промахнулся. Потом я не успевал постоянно кинуть второй снаряд. Ну и, соответственно, со вторым снарядом просто оставался один на один. И думал, что с ним делать, перезаряжать или надеяться на то, что все-таки сейчас успею в кого-то откинуть. Короче говоря, приятного, ну, крайне мало. Сейчас будет в бою однозначная победа. Со счетом 6-1 я не думаю, что может прям что-то удивительно умопомрачительное здесь произойти. Но все-таки факт остается фактом, что данная победа получена не благодаря данной машине однозначно. И я бы, подводя черту под базовым состоянием данной машины, сказал следующее. В базовом состоянии я уверен, что найдется, ну, прям считанные единицы игроков, которым данная машина понравится вот в этом вот ее базовом состоянии. С другой стороны, стоит отметить сразу по поводу того, что разработчики-то тоже, прямо скажем, не дураки. И навряд ли они бы в базовом состоянии давали машину такую, чтобы не было необходимости ее прокачивать и развивать. Все мы прекрасно понимаем, на что нацелены разработчики. Они нацелены на получение прибыли. Все-таки, как-никак, игра является коммерческим проектом в первую очередь. Ну и, соответственно, казнить разработчиков за то, что они не делают ничего для того, чтобы заработать. Это, точнее, не так. Делают все, чтобы заработать. Я не думаю, что это будет справедливым с нашей стороны. Ну и, соответственно, подходим к вполне себе, мне кажется, аналогичному заключению в отношении того, что разработчики здесь не прогадали. Они действительно дали в базовом состоянии машину такую, чтобы ты понимал всю необходимость ее прокачивать. Поставили топовое все, что можно было поставить. Сейчас накину, как я люблю говорить, голды от балды. И отправляемся в бой уже в топовом состоянии машины. Может, сейчас получится чего-нибудь более интересного. Ну что, ребят, двинули. И теперь топовое состояние машины. Топовый двигатель, топовые гусеницы, топовая башня, которая практически ничем не отличается по внешнему виду. А что касается играбельности, то там действительно становится немножко поинтереснее и повеселее. Особенно, если где-то от неровности отыгрываете. Что касается угла склонения. Здесь угол склонения орудия есть. И когда вы отыгрываете от неровностей, от каких там, то ваша приведенная броня в лобовой части башни действительно достаточна для того, чтобы вас не проковыряли. И у меня довольно-таки часто были случаи, что меня даже десятки не пробивали в башню в прямой проекции. Не знаю, то ли выцелить не могли, и я такой весь фортовый. То ли действительно башня неплохо забронирована. Что касается игровых возможностей по орудию, то здесь, ребят, все становится гораздо приятнее. Те же самые 3,8 секунды перезарядки внутри магазина, но в то же время, время перезарядки снарядов между собой внутри магазина, ну, существенно веселее. По крайней мере, по ощущениям. Что касается точности, вот сейчас абсолютно спокойно я бы в объекта 704 закинул, если бы наш Ягдпанзер 2 не подкатил на линию прострела. Сейчас попытаюсь отвалить на оставшееся время перезарядки магазина, которая у нас, кстати, ребят, уменьшилась. И уменьшилось оно существенно, по ощущениям, опять-таки, играется гораздо комфортнее. По подвижности, по маневренности тоже могу от себя сказать, что ощущается это изменение и действительно в топовом состоянии. Если у тебя есть возможность вот так вот сразу переключаться между базовым состоянием машины и топовым, то, соответственно, ты сразу резко ощущаешь вот эту вот прибавку. Такс, иди сюда. Ребят, может поддержите? Алло, нас тут разбирают как-никак. Так, 752-й хулиган. Надо с ним немножко разобраться. Я думаю, что, в принципе, шансы у нас есть сейчас подкатить и отправить товарища отдыхать. Прячется, бедняга, как только может, но я не думаю, что его это спасет. Так, Эмильчик, не хулигань. Вынесли меня. Ну, вынесли просто потому, что нас хорошенько окружили. И, как вы видите, в отношении бронирования нижний бронелист, он действительно является картонным. Его пробивают. В передней лобовой части башни у нас никаких нет отметин по одной простой причине. Потому что, как я сказал, там вполне себе неплохо все забронировано. Что касается бортов башни, ну, понятное дело, что они пробиваются, ровно как и борта машины в целом. Короче говоря, ребят, что могу сказать от себя, не дожидаясь окончания боя. И, в принципе, не вижу необходимости досматривать данный бой. Потому что, в целом, мы заценивали машину, а не гонялись за победой. И посмотреть на то, как мы занимаем конкретно первое место. Это реальный первый попавшийся рандомный бой. Я не собираюсь его вырезать по одной простой причине. Потому что я хочу, чтобы вы знали, как машина будет себя вести в топовом состоянии. И плюс-минус понимали, а надо ли вам вкладывать деньги в то, чтобы данную машину до топового состояния прокачивать. Если вы хотите, чтобы машина, которую вы получили, действительно нормально игралась. То, безусловно, в топовое состояние ее необходимо выкачать. Потому что на базовом состоянии играть на ней у вас нормально не получится. А вот в топовом состоянии машина играется вполне себе даже нормально. Что касается того, за сколько можно машину продать. 1500 голды. В принципе, стандартный ценник для сезонных машин. Что касается играбельности машины и моей финальной черты под машиной в целом. Машина очень интересная, но не сильно отличается от типичных знакомых нам Эмилий. Именно поэтому я не могу сказать, что эта машина прям, ну, та, за которой стоит гоняться. Но чисто в коллекцию ее положить, как говорится, почему бы и нет. Да и тем более, если вы любите барабанные танки, то эта машина, я уверен, придется вам ко двору. В данном проигрышном бою мы заняли второе место в команде по урону. Скажу вам откровенно, я, играя на данной машине в топовом состоянии, как правило, даже в победных боях находился в тройке лидеров по количеству нанесенного урона. И в основном это было либо первое, либо второе место. У машины действительно есть вполне себе реализуемый ДПМ, который сможет реализовать не любой игрок, безусловно. А тот, кто знает, как пользоваться барабаном и что делать с тем временем перезарядки, которые предоставляет барабанное орудие, да, соответственно, понимает, куда ему отъехать и что ему делать дальше. Таким образом, получается, что базовое состояние машины, если вы ее себе откроете, абсолютно вас не порадует. И, скорее всего, в таком состоянии машина будет просто стоять и пылиться в вашем ангаре, как память о том, что третий сезон был и вы его не пропустили. А вот если вы откроете машину на полную, то я думаю, что вы и в дальнейшем будете возвращаться к данной машине, для того, чтобы на ней периодически покататься, пофаниться, ну и показать себя во всей красе, показав всем, что вы не пропустили сезон 3 и забрали себе главную награду. Я побежал снимать следующее видео специально для вас, а вам, друзья мои, искренне желаю смотреть исключительно честные каналы с честными обзорами, а значит подписаться на канал мой было бы неплохо. Поставить палец на колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео и прожать лайк под данным видосом, потому что я действительно старался ради вас и ничего от вас не скрываю, ничего не приукрашая. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.